Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем обсуждение темы экологии касательно нового генерального плана города Алматы. Мы будем обсуждать вопросы загрязнения воздуха и как генеральный план будет решать эти вопросы. Пора перейти, наверное, к одному из самых интересующих людей вопросу. Это вопрос о экологии, касательно воздуха, именно о загрязнении воздуха. И перед началом данной сессии хотелось бы уточнить, что есть загрязнение воздуха с Вашей точки зрения, какие параметры учитываются, какие виды загрязнений учитываются при разработке генерального плана? Перефразируя достаточно известное выражение, могу сказать, что наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Но наше главное достоинство – это наши горы. Это природный фактор, который полностью, так сказать, подчиняет себе всю экологическую ситуацию нашего города. Могу сказать, что вот как раз горы, они создают проблему, потому что город находится в ветровой тени. У нас атмосфера достаточно долгие периоды находится в неблагоприятных природно- или климатических условиях. Если у нас летний период действует благодаря, опять же, горам, горно-долинной циркуляции, то в зимний период этот фактор отсутствует. И мы можем наблюдать уже сейчас постоянное присутствие смога на территории города. Но есть еще другие атмосферные явления. Это так называемая температурная инверсия. Это тоже природное явление, которое, опять же, создает вот этот блин темный над городом. Это достаточно сложное атмосферное явление, которое хорошо описано в физике атмосферы. В нашем проекте состояние атмосферы оценивается по загрязнению различными факторами. Первое – это выбросы от передвижных источников. А можете сразу уточнить, о каких именно есть мелкие частицы, различные крупные частицы? Я как раз хочу это… Чем именно учитывается? Ну, как я уже говорил, это загрязнение от автотранспорта, это загрязнение от стационарных, в основном это теплоисточники в городе. Это загрязнение еще от существующего нашего, скажем, климата. У нас достаточно сухой климат, есть эффект, моменты пылеобразования. Оценивается наличием твердых частиц в атмосфере, газообразных. Газообразный, в основном, я уже сказал, это у нас автотранспорт, хотя какой-то процент сажи, допустим, от автомашин, которые оснащены дизельным двигателем, тоже, значит, происходит твердыми частицами. Теплоисточники, в основном, они загрязнители по твердым частицам, ну и газообразным. И, как я уже говорил, это пыль, которая является сопутствующим фактором нашего климата. Поэтому здесь вот такой комплекс. А есть ли вот все вот эти данные в каком-то оцифрованном виде? И, например, ну, чтобы можно было говорить более наглядно, вот условно за период действия прошлого генерального плана, вот воздух в Алма-Ате, он стал чище или наоборот? Вы знаете, он в разные периоды. Вот я достаточно долго живу в Алма-Ате, и, значит, профессионально, так сказать, занимаюсь этим. В разные годы источниками загрязнения были разные источники. Допустим, и в 70-х годах, в 60-х, в 90-х, в нынешнее время атмосфера у нас была достаточно загрязненная. Но источники были разные. У нас полюса немного меняются. И уровень загрязнения, если сейчас посмотреть, он, конечно, вырос. Почему? Потому что... А насколько? По каким частицам? Вы знаете, наверное, более точный ответ может сказать разработчик. Допустим, вот в процессе работы у нас были счетчики, которые находились в разных частях города на магистралях. Они считали количество проходящих транспортов, замеряли уровень загрязнения. Были проведены расчеты рассеивания по всем этим источникам загрязнения. Привлекались соответствующие эксперты. Здесь можно сказать, что уровень, допустим, пылеобразования у нас снизился существенно. Уровень загазованности увеличился, количество твердых частей уменьшилось. То есть вот баланс такой, что в пользу... Не в пользу, наверное, можно сказать, что вот по, допустим, NO3, по ЦО уровень загрязнения, он как бы повышается. Вот я могу сказать, что вот если взять 70-е годы, у нас по многим улицам примерно был такой же запах, как в Астане. То есть это запах сжигаемого и недожегого угля. Вот такой вот, если бы пройти было по частному сектору, сейчас такой картины нет. Из-за того, что вот эти районы большей части газифицированы. Но у нас вот увеличилась доля, как я уже сказал, причем значительно, выбросов автотанспорта. Там есть свои, как бы, составляющие, которые, даже несмотря на то, что качество топлива существенно улучшилось, конечно, но тот же бензопирен и другие составляющие этого загрязнения, они... Да. Ну и вот, как бы, это все, наверное, самое то, что интересует всех сейчас горожан, вот в рамках срока действия генерального плана, который мы сейчас обсуждаем, то есть это через 10 лет, воздух в Алма-Ате, он станет чище или хуже? Как, что прогнозируется? Ну, мы для того, чтобы определить, мы же закладываем мероприятия, для того, чтобы этот уровень загрязнения снизить, не просто его констатируем. Мы предлагаем ряд мероприятий для того, чтобы эти загрязнения существенно снизить. Я уже говорил о том, что массовый перевод на общественный транспорт, потому что его больше... возможности его регулировать, эти выбросы. То есть перевод на электрическую тягу, возрождение рельсового транспорта, потому что, я еще раз повторяю, по провозной способности он вне конкуренции. И по регулярности, соответственно. То есть это... ну, правда, не трамвай будет, а ЛРТ, но это тот же самый трамвай, только на более, так сказать, высоком уровне. Это перевод всех общественного транспорта на газ и запрет на пользование, в течение какого-то периода времени, запрет использования дизельных двигателей, вернее, автомобилей с дизельным двигателем. Потому что в условиях среднегорья дизельные двигатели, они страдают недожогом, потому что там другой принцип зажигания. Значит, из-за того, что у нас давление ниже, чем, допустим, на уровне моря, да, у нас в среднегорье, то происходит такой недожог этого топлива. Ну вот, если удастся, да, реализовать все вот эти меры, то есть там и построить ЛРТ и так далее, вот какие ожидания, вот именно, на сколько вот именно в процентах, по каким-то определенным видам загрязняющих веществ ситуация изменится в городе, если все это удастся реализовать? Индикаторы, естественно, мы закладываем, потому что, допустим, есть же количественные показатели, допустим, сколько тонн угля у нас сжигается на ТЭС-2, сколько бензина сжигается в двигателях внутреннего сгорания, это все превращается, после работы в двигателях, они превращаются в выбросы. Так вот, мы предполагаем, что выбросы, допустим, если в целом взять в совокупности, я думаю, процентов на 30 должны снизиться. Вот один из таких острых вопросов, как раз связанных с атмосферой, с загрязнением атмосферы, которая волнует жителей города, это точечная уплотненная застройка. Причем она происходит, ну, буквально почти во всех районах города. И особенно большое, так сказать, оно недовольство вызывает в тех местах, где уже сложились какие-то архитектурные ансамбли, где существуют какие-то исторические памятники, где какие-то, я бы сказал, наиболее, может быть, даже ценные в архитектурном отношении здания. Все это приводит к чему? Увеличивается количество транспорта, который нужно подъезжать туда, уменьшаются дворовые пространства, уменьшается количество зеленых насаждений, ухудшается проветриваемость и в ряде случаев даже просто-напросто застраивается таким образом, что сужаются улицы. То есть там целый ряд идет нарушений, которые явно способствуют ухудшению проветриваемости и так далее, и так далее, и так далее. Вот какие вы, так сказать, рекомендации даете в генплане относительно точечной застройки, тем более, что вы как раз сказали, что в нижней части города там вроде бы как будет наоборот, плотность даже повышаться. Я хотел сказать, что не конкретно в нижней части города. У нас Нурсблайский район тоже находится как бы в верхней части города. Но там тоже ведет сейчас, но это свободные территории, то есть вещь идет о том, что осваивают сейчас в основном свободные участки территории. Что касается сложившейся застройки, это я еще раз вынужден повторить, что мы в генеральном плане не рассматриваются какие-то застройка сама, как, допустим, объекты застройки. Мы оперируем территориями, мы определяем режимы застройки, регламенты. Вот я уже говорил об этом, давайте я повторюсь, что в сложившейся застройке, это именно центральная часть города, сложившийся центр, была выполнена очень большая работа по историко-архитектурному опорному плану. Были выявлены все памятники, к ним добавлены те, которые мы рекомендуем перевести в памятники местного значения. Установлены для них режимы застройки прилегающих территорий. То есть мы предлагаем, если, допустим, будет какая-то реконструкция, то не превышать тот уровень этажности, которая существует в этой территории. Второе, мы вообще против того, чтобы там производились какие-то активные реконструктивные мероприятия, которые будут изменять облик этого центра. Что касается уплотняющей застройки. В свое время Ян Гейл тратовал за то, чтобы увеличить плотность, поскольку они не сталкивались с тем, что для нас, для города, очень важна именно проветриваемость этой территории, аэрация, то вот мы активно этому, так сказать, практически убедили их в том, что этого делать не следует. Здесь в генеральном плане мы предлагаем несколько таких рекомендаций по застройке. Не отдельно, а вообще принципы застройки. Если помните, я говорил о том, что в советский период были построены центральные части города в широтном направлении, большие такие протяженные дома. По Гоголя, по Маметовой, допустим, потом рядом с бывшим зданием Каздрамы. Это девятиэтажные, до того периода это были высотные здания, но они были очень протяженные по длине в широтном направлении, то есть они как бы стали ширмами для того, чтобы затруднить передвижение вот этого бездумно. Многие улицы были заперты, та же библиотека Пушкина или другие объекты, которые заперли вот меридиональные улицы вот в сторону гор. Вот эти вот мы как бы в генеральном плане прописали, что этого делать не следует. Если дом, у нас квартальная застройка, значит, квартал это такая ячейка, которая возникла не случайно, а исходя вот из рельефа, потом вот проветренности этих территорий, то есть мы говорим о том, что здания в широтном направлении не должны быть больше ширины квартала. Второе, посередине каждого квартала необходимо делать арки не менее два этажа высотой, чтобы обеспечить аэрацию вот этого квартала, двора и так далее. Потому что, ну, я уже говорил, что вот катапатический сток, он собой представляет сток холодного плотного воздуха, практически ведет себя как вода. Вода идет по пути наименьшего сопротивления, то есть она идет по улицам, если двор замкнутый, то, соответственно, то загрязнение, которое там накопилось, оно там и остается, оно не проветривается. Поэтому вот мы предлагаем в генеральном плане принципы застройки, для того, чтобы улучшить ассанацию, проветриваемость территории, заложить такие параметры, чтобы вот как бы улучшить проветриваемость этих территорий. Уточняющий вопрос касательно плотности застройки. Насколько всем известно, город у нас имеет довольно разную плотность в разных районах города. Где-то это довольно плотно, где-то наоборот, наоборот, приобладает условный частный сектор. Наверное, такой вопрос, вот какая плотность оптимальна для Алматы, чтобы это было со стороны экологии дружелюбной, и при этом, скажем, город оставался городом, чтобы это не был большим частным сектором, условно. Вот раньше, допустим, в СНИПах, тогдашних СНИПах, регулировалось плотность застройки, исходя из плотности человек-нога. Для Алматы это было 330 человек на гектар. Соответственно, как бы людность территории определялась, и отсюда и шла плотность застройки самой. Сейчас существует различная плотность для различных территорий. Есть примагистральные территории, межмагистральные территории и так далее. Там плотности достаточно высокие. У нас сложилось таким образом, что мы говорим золотой квадрат или сложившийся центр. Плотность намного превышает те параметры, которые заложены в нормативах. Уже сейчас, да. Сейчас я, может быть, затруднюсь сказать, но из-за того, что у нас очень частая сетка улиц, она как раз из расчетов УТЭ, у нас периметральная застройка квартала. И даже с учетом того, что там есть какая-то часть трехэтажной застройки, застроенная в 50-е годы, двухэтажная застройка, все равно эта плотность достаточно высокая. А вот из-за того, что стоимость земли высокая и, соответственно, стоимость жилья, то есть здесь экономические факторы влияют на то, что люди стремятся там построить, бизнес стремится построить там, чтобы подороже продать тот продукт, который они создают. В данном случае, в генеральном плане, мы хотим сделать так, чтобы территории, которые находятся на периферии, может, не совсем на периферии, но в такой зоне за пределами этой центральной части, они тоже приобретли инвестиционную привлекательность. Соответственно, при освоении этих территорий создаются соответственно соответствующая капитализация этой участков земли и появляется возможность перенести фокус или вот этот акцент на застройку этих территорий и чтобы отлечь от застройки центра. Вот главный вот такой вот скажем принцип для того, чтобы опять же я говорю это сделать город без окраин, увеличить привлекательность этих территорий. Не секрет, что сейчас большинство таких значимых объектов общегородского значения строятся за пределами и центром. Ну, объективно в центре нет таких территорий для того, чтобы строить такие крупные объекты. Вот они будут строиться за пределами, вот на периферии, соответственно, эти объекты создают, повышают стоимость этих земель, привлекательность и повышают, ну, как сказать, в любом случае это, повторюсь, инвестиционную привлекательность этих территорий. Плотность там будет повышаться и это будет, как бы, отвлечением от застройки центральной части города. Можно вопрос? С воздухом обычно связаны две вещи, это вот точечная застройка и транспорт. И вот по транспорту вы показывали схему загрязнения от передвижных источников, и там самыми яркими такими пятнами является то самое скоростное кольцо, которое призвано было как бы снизить количество выбросов, вот, вот Вуат и Сайена, то есть вот эти две, два фланга, ну, и центр города. И по этим скоростным магистралям вопрос такой, то, что ну, это, насколько ставка на скоростные магистрали срабатывает в плане экологии. Понятно, что она срабатывает там, что вы сказали, в разгрузке там, скажем, центра города, да, от транзитного транспорта, но в плане экологии очевидно, что это не совсем срабатывает. И второе, относительно центра города, вот перевод на газ, электрификация и транспорта и прочие вещи, это хорошие комплексные мероприятия, которые, в принципе, были заложены и в прошлом генплане. по ряду направлений мы видим наоборот откат за последние годы. А вот что вы скажете о таком подходе, который многие передовые города сейчас внедряют, это low emission zones, то есть зоны с низкими выбросами, то есть это, по сути дела, ограничения на въезд в определенные, как правило, наиболее проблемные части города для автомобилей с несоответствующим уровнем, классом загрязнения, да, вот во многих городах, это в Германии, в Великобритании это показывает очень хорошие результаты в плане именно экологическом, да, не только в плане снижения количества автомобилей в этих районах, но именно по экологии, я уверен, что вы знаете об этой практике, но я хочу вопрос в том, не закладываете, не рекомендуете ли вы это в Генклане? Здесь есть такой момент, скажем так, вот если бы не было в АД, то, естественно, картина, она была бы другой, но не в пользу, скажем, центральной части города, с чем это связано? с тем, что у нас в центральной части очень плотная и хорошо построена улично-дорожная сеть, а вот дальше за окраинами там есть территории, которые плотность магистрали она занижена в 5-6 раз, соответственно, и загрязнение там меньше, то есть вот если полюса, так сказать, поменять, сделать так, чтобы более равномерно распределялся вот трафик по городу, то нужно повышать плотность магистрали за пределами центра в новых районах, на периферии и так далее. Вот здесь помимо того, что вот перераспилить эти транспортные потоки, есть еще момент такой, вот если взять крупные мировые города, да, Лондон, вот он очень показательный в этом плане, там ведь в центральной части нет пробок, там нет такого бешеного трафика, потому что там существует система сдерживания, там, во-первых, очень высокая стоимость парковки, и эти парковки, которые там, допустим, вдоль улицы и так далее, они крайне ограничены, а второе, они очень дороги, во-вторых, там нет такой тенденции к расширению, допустим, дорог, для того, чтобы увеличить трафик и так далее. Вот центральная часть, она как раз относится к зоне низких выбросов, низкого загрязнения. и тут здесь экономические рычаги и институциональные так сказать воздействия. Есть система платная въезда на эти территории. То есть в данном случае, если так вульгарно сказать, то рублем они регулируют эти вещи. У нас в Москве, кстати, сейчас достаточно активно этим занимался мэр. И было определенное противодействие. Не секрет, существует автомобильное лобби. Оно и в Алма-Ате существует, и во всех крупных городах, потому что они считают, что город создан для них. И вообще пешеходы это не шекросто. И все они под ногами у них, под колесами путаются. А вот на Западе, я говорю, этот период они прошли уже достаточно давно. И вот эта система сдерживания развития, ведь там вот если взять крупные города, у нас я просто хочу сказать, что куда мы должны двигаться. генплан говорит о том, что необходимо ограничить въезд личного транспорта в центральную часть города. Для этого существуют экономические рычаги и институциональные, потому что мы сетку улиц, шлаба мы не будем ставить, это понятно. Второе, это развитие распределительных, которые минуют центр, минуют жилую застройку магистралей, которые будут осуществлять перераспределение трафика по городу. И еще, что я хотел сказать, вот здесь очень важно поменять ментальность горожан. У нас во многих случаях мы проглашаем, что у нас приоритет общественного транспорта и так далее, но на деле происходит, что общественный транспорт он как бы тоже под воздействием нашей ментальности находится. Никто слушай рядом, когда мешают проезду общественного транспорта, занимают полосы выделенные, занимают эти расстояния, где необходимы остановочные пункты эти. то есть вот такие ментальность. А второе еще хотел сказать, что у нас вот в Лондоне даже менеджеры достаточно высокого звена, они не чураются ездить общественным транспортом, метро, автобусы и так далее. у нас же все считают, что он должен обязательно наличный автотап, и мы должны обеспечить ему въезд, парковку, это как бы обязанность города. Нет такой обязанности? Не должно быть. А вот не кажется ли вам, что существует определенная техническая, технологическая так сказать отсталость, которая сдерживает развитие? Я просто поясню. Во многих городах, в частности, возьмем Барселона, Мадрид, там сделаны как раз специальные подземные туннели, причем на десятки километров, которые заглублены под историческую часть города, в частности в Мадрии, или, например, парковки, которые заглублены под основными магистралями, и в результате парковочные места на улицах практически не существуют, они существуют на подземных этажах. Не кажется ли вам, что существуют еще и технологические препятствия? То есть у нас нет такого уровня развития, который бы мог позволить эти выплаты решить? Ну, знаете, есть, конечно, такой фактор технологической осталось. Ну, вот здесь нужно соизмерять с экономическими возможностями государства и города в данном случае. Даже несмотря на то, что у нас по меркам Казахстана и вообще СНГ очень развитый в экономическом плане город, здесь формируется, как я уже говорил, четверть национального дохода нашего государства. Вместе с тем, этих ресурсов, конечно, можно даже сравнить со строительством метро. Допустим, в Москве есть планы за три года построить 25 станций метро, а у нас мы две станции стоим три года. В этом плане надо понимать, что это действительно достаточно затратное и дорогое удовольствие. Подземные значит есть не знаю забыл название города Финляндии, там город находится под городом. Вся система улично-дорожной сети у них подземная. Причем в скальном грунте то есть это неизмеримо дороже, чем допустим в наших условиях. Но Финляндия смогла себе позволить и город, который там находится, они позволили себе такую вещь. У нас, к сожалению, экономических возможностей такого сделать нельзя. У нас сложно сделать систему ливневой канализации для города, потому что это тоже связано с тем, что это очень затратная вещь. Ну, в каком плане затратная? У нас самая большая, не плотность, скажем, а вот самый высокий процент твердых поверхностей, это центральная часть, опять же. Там самый большой процент инженерных сетей по улицам, там самый высокий процент благоустройства. Для того, чтобы сделать на этой территории подземной ливневой канализации, это, конечно, просто нужно многие вещи, допустим, заморозить на долгие годы. И социальные программы, и все, что здесь есть такой момент, скажем, экономический. Вот касательно вопросов, наверное, транспорта, мы поговорим еще на отдельной нашей встрече. На этом сегодняшнее обсуждение темы загрязнения воздуха мы завершаем. следующей, финальной части обсуждения экологии в контексте генерального плана города Алматы мы поговорим о вопросах озеленения и загрязнении водных ресурсов. Всем спасибо, до свидания.